Сегодняшний день глава, который мы сегодня с вами пройдем, это Парашат Хукат. Один из интересных моментов, который мы находим в Парашат Хукат, это грех Моширобейну. Из-за этого греха, который Торо говорит, то что из-за этого греха Моширобейну не заходит в стране Израиля. Начинается это с тем, что сестра Моширобейну Мириама Ревья, она в конце 40 лет, то что еврейские народы находились они в пустыне, в конце 40 лет, Мириама Ревья скончалась. И, как мы знаем, наши мудрецы уже рассказывают неоднократно, то что три вещи были у еврейского народа в течение 40 лет, когда они были в пустыне. Первый это был Ман, это был благодаря Моширобейну. У нас был Ананя, Кавод, облако славы, которое было как сохранение, который был путеводитель, который помогал и сохранял еврейский народ и всех плохих вещей, эти облака, которые были благодаря и за заслуг Аруна Койна. И третий это был Бер, это был колодец Мириама, который был благодаря и за заслуг Мириам, сестры Моширобей и Аруна. И рассказывает нам Тора в Парашат Хукат то, что Мириама Ревья, она скончалась, ушла с этого мира. И в итоге этого еврейский народ, они остались без воды. И с смертью Мириама тоже ушел от еврейского народа этот колодец. Эта колодец, что мы знали, это был очень чудесным, вообще это было большое чудо, которое в буквальном смысле ходило с еврейским народом по всех станциях, где бы еврейский народ не находился бы. И после того, как Мириама Ревья, она скончалась, ушла с этого мира, то тоже колодец не было с еврейским народом. Уводя эту вещь, еврейский народ начал сбунтовать против Моше, против Моше, говоря то, что Моше, было бы хорошо, что мы умерли бы с нашими братьями, которые умерли в течение сорока лет. Да, как мы знаем, тоже в течение сорока лет все доро-мидбар они умерли из-за греха посланников, то, что они плакали без причины, как бы, плач, который у них было. Было бы хорошо, что мы умерли, как бы, с ними. И умереть сейчас с смертью, когда человек умирает, как бы, без воды, это намного страшнее и намного хуже, чем просто, как бы, смерть. И они сказали, мне было бы хорошо умереть там. И вторую вещь, они говорят, что зачем мы нас вытащили, как бы, из Египта, и вы не нас не завезли в том месте, где вы, которое обещали. А все наши мудрецы, то, что тут было, как бы, две момента, которые еврейский народ, скажем так, взбунтовал против Моше Робейну. Первый момент это был то, что они взбунтовали против Моше Робейну. Именно сам факт, что Моше Робейну привез их в месте, где не было, где было очень плохое, как бы, место, как бы, в пустыне. Почему ты, Моше Робейну привез нас именно в этом месте? То, что нету воды, нету абсолютно ничего. И, с другой стороны, тоже это был, скажем так, взбунт против Творца. То, что Творец, это тот, кто вытащил еврейский народ из Египта. И почему Творец не вытащил нас из Египта? С двух сторон еврейский народ сделает этот взбунт против Моше и против Творца. Если мы внимательно посмотрим, на самом деле, что мы сейчас пройдем, как бы, с Укеем, посмотрим вместе, как бы, что написано в Торе прямым текстом, на первый взгляд нам абсолютно непонятно, где же, в принципе, находилась проблема, в чем была, в принципе, проблема у Моше Робейну. Мы видим то, что в конце Творец говорит то, что Моше Робейну, потому что ты сделал определенную вещь, из-за этого ты не зайдешь в Израиль. Посмотрев простой перевод даже слов, которые говорит нам Тора, неясно, в принципе, где был сам грех. Где был сам грех. И наши мудрецы, начиная от Решеным, начиная от Раши, Рамбам, Рамбан, Ибн-Эзра, все Аур-Рахай Макадош и до сегодняшнего дня, все большие-большие мудрецы стараются понять, в чем же была проблема. И мы с Божьей помощью, естественно, даст нам силы, чтобы в конце поняли, настолько была великая, вообще, трагедия произошла с Моше Робейну и со всем еврейским народом, с этим, как бы, маленьким частью, как бы, рассказа, которую Тора сейчас тут рассказывает, который на первый взгляд, дорогие друзья, посмотрев чистый именно текст, мы... Вообще, можно было просто пропускать эту вещь и не заметить то, что, да, где, что есть, в принципе, в этом такого, именно, такой именно большой вещь. Мы с Божьей помощью пройдем, как бы, псуким сначала, и потом зайдем в глубине всего этого, как бы, в чем было, как бы, пройти в этом грехе. И говорит Творец Моше Робейну следующие слова. Говорит Моше, возьми свой посох, собирай весь народ, ты и Аарон, твой брат. И, знаете, мы сейчас каждое слово тут чрезмерно важно. И вы будете разговаривать со скалой перед их глазами, и он, как бы, скала, даст воду. И вы вытащите воду, и дадите им, вытащите воду из скалы, и дадите им, всему еврейскому народу. Значит, повеление Творца заключается в чем? То, что разговаривать со скалой. Да? Во-первых, Моше Робейну берет, должен был взять свой посох, как мы знаем, это посох, который известный посох, мы уже дали в прошлом году урок, откуда это вообще посох просто произошло, и все эти чудеса в Египте, и в течение всей этой истории, которую мы знаем, это тот посох, которому Моше Робейну брал себе в руки. Творец говорит, ты должен взять этот посох. Непонятно почему. Но что? Ты идешь возле скалы, и ты разговариваешь с ним. И скала даст, как бы, воду. И этим ты дашь воду, как бы, народу. Тут, как мы уже замечаем, то, что сам, даже простойшийся, как бы, текст, нам, в принципе, непонятно, зачем нужно взять посох. Разговаривать со скалой. Собрать весь народ. Где тут раньше говорили, что это один из мест, где очень маленькое пространство, это было чудо, то, что очень маленькое пространство было в состоянии держать очень большое количество, как бы, народа. Взять весь народ, чтобы они были свидетелями этого большого, именно чудо, которое Творец хотел, чтобы тут произошло. Должны понять, в чем должно было быть чудо, и где была именно ошибка. Но это то, что в принципе написано. И посмотрим, что Моше Робейну сделал. В войках Моше взял Моше свой посох перед Творцом, так как его было заповедано. Он взял в действительности посох и собрал Моше и Арон, весь народ перед скалой. И сказали они следующее вещь. Шим уна хамурим. Слушайте хамурим. Хамурим переводится тут, как бы, раньше дает разные, этот, глупцы. Или там, муримет муреген, вы, как бы, ведете против, как бы, ваших, как бы, учителей. Раз, как бы, объясняем, что это значит. Другими словами, Моше Робейну, тут нашим Твореце, объясняет то, что был в ярости против еврейского народа. То, что вы, как бы, такой именно, как бы, народ. Творец, нужно быть очень сильно осторожен, когда мы тут говорим. Это то, что вы раньше говорите. Сарбаним, вашу невони, шотим. Шотим, это вы, глупцы. Это то, что мы можем говорить в ярости коротко. Ва юмер лахем, шим уна хамурим, хамина села азену цилла хэммайн. Разве мы с этого скалы, мы можем вытаскивать вам воду? Что это значит, с этой скалы мы можем вытаскивать вам воду? Объясняют наши мудрецы то, что скала, который, из-за чего, из-за которого, как бы, выходила, в принципе, вода, все время. Эта скала, она потерялась среди, как бы, ну, как бы, как бы, горы, или между, как бы, дороги, как бы, скалок, которые были там. Она потерялась, и никто не мог видеть, где же эта, как бы, скала, откуда выходила все это время, как бы, вода. Еврейский народ говорил, Моша Абену, какая разница, вытаскивай один из этих других скал, как бы, в воду, в чем проблема? И Моша Абену сказал следующую вещь, то, что разве, что выйдет вода из скалы, которую творец не заповедовал? Разве что идете из скалы, которую вы захотите, из, как бы, любой скалы выйдет вода, когда творец этого не заповедовал? Это то, что Моша Абену говорит еврейскому народу, и мы заметим, замечаем, просто заметим уже, имеют просто в голову то, что, какой дискуссия, как Ашем обращается к Моша Абену, и как Моша Абену обращается к Творцу, и мы сейчас посмотрим, что там произошло, и, как бы, ответ этому всему, как бы, то, что Моша Абену не заходит, как бы, в Израиль. То этого ясно. Мы это с Божьей помощью еще все это объясним. Ваяре Моша и поднял Моша свою руку, ваях эл-асела, и он ударил на скалу через свой посох. Паамай. Два раза. Моша Абену ударяет на скалу два раза. И вышла вода. Очень много вод вышли. Паамай Абену ударяет на скалу дважды, и вода выходит. На первый взгляд, уже задуматься, что Творец хотел от него, и что Моша Абену сделал. Явным образом мы видим то, что Творец сказал ему, разговаривая со скалой. Это явным образом, даже без комментариев, чтобы посмотреть. И Моша Абену, что он делает? Он уберет и ударяет на скалу. Причем дважды. Это, на первый взгляд, уже кажется, то, как мы зайдем к Абену в глубине. После того, как все эти вещи происходят, выходит из действительности вода для народа, обращается Творец к Моша Абену. Еще раз повторяем. «Потому что вы не поверили мне», нужно подумать и понять, в чем Моша и Аарон не поверили в Творца. И этот вещь должно было быть Киду Шашем, и не осветился мой имя среди еврейского народа. Значит, тут желание Творца было в том, что должно было быть определенное освящение Творца, и этого не произошло. Что? Лахен из-за этого говорит Творец. «Лотавью этакахалазе, этарец ашенатадиллахим». «Этот народ вы не завезете в стране Израиля». И не просто это было слово, дорогие друзья, это было с швуа. Творец поклялся, что Моша и Аарон, они не заведут еврейский народ в стране Израиля. «Хема беймириба аширабубна Исраэль, эт ашем вайкадешбам». Значит, было тут, не было воды у еврейского народа, народ идет, бунтует против Мошея Аарона, Творец обращается в Мошея, разговорит со скалой, Мошабину ударяет дважды, и Творец говорит, что тут должно было быть скидушашем, освящениями от Творца этого не было, и вы во мне не поверили, и из-за этого вы не зайдете в Израиль. Что тут должно было произойти, дорогие друзья? Что тут должно быть такого великого? Посмотрим все эти истории, которые были до этого. Золотой Телец. Потом все эти истории с метононим, которые хотели кушать, которые хотели мясо в пустыне. И все эти бунты, которые они делали. Десять испытаний, которые еврейский народ испытывал Творца, которые мы знаем в Перке, вот как рассказывает. И так далее, всех этих историй. И при всем этом, тут Творец говорит, что тут, в этом месте, должно было быть скидушашем. Здесь, именно на этом месте, на этот раз, когда был этот бунт, должно было быть освящениеми от Творца. Вы мне не поверили, и не было освящениями от Творца? Из-за этого вы не захотите в Израиль. Где же грех? В чем заключается грех, и что должно было быть, то, что не произошло, из-за ошибки Моше? Дорогие друзья, на этот вещь дается, как я уже сказал, невероятно много, много объяснений. Только я сегодня смотрю в один из книг, мне кажется, если не ошибаюсь, 23 разное объяснение было дано, из разных комментаторов, в чем же было в действительности тут грех Моше Рабейму. Только у Рахаи Макадо, что уже на этом месте, приводит 10 разное объяснение, которое дается, и мудрецы следующего поколения, они, посмотрев, как бы, комментарии, которые были до них, многие из них оповергают, как бы, эти объяснения, из-за того, что, из-за сложности понятия, как бы, в тексте, то, что эти все вещи, как бы, не сходятся. Они оповергают и говорят, что этот вещь не может быть, это объяснение не может быть, это неправильно, из-за этого дают другое объяснение. Все, у всех есть большая сложность понять, в чем же был грех. На первый взгляд, очень тяжело понять эту вещь, и что должно было быть Киду Шашем, и что он был действительно грех. Мы собираемся с Божьей помощью пойти по путям Орахаима Кадуша сегодня, посмотреть, как Орахаима Кадуша объясняет это все, и через это, с Божьей помощью, мы пойдем на невероятный большой урок, который мы можем взять с Божьей помощью для нашей ежедневной жизни, и понять величие Торы, который мы можем взять большой урок именно от этой истории. До того, как мы зайдем в объяснение, мы обязаны понять большую основу. Говорят наши мудрецы, И мы решеним кем Олахим, а нахну кем не Адам. Если предыдущие поколения, предыдущие поколения мы говорим, не поколение Моши Рабейну, дорогие друзья, идет покорить, а решеним, предыдущие поколения, это значит, в время Шуханруха, Рамбама, Раши, Рамбан, это были решены перед первым поколением. Если они как ангелы, мы как люди тогда. А если мы смотрим на них, имеем кем не Адам, а если мы рассматриваем их, то, что они как люди, тогда мы как ослы. Что это значит? Когда мы идем и сравниваем нас с определенными великими людьми, проводниками предыдущего поколения, я еще не говорю поколение Моши Рабейну и Амоши Рабейну в общем, и просто поколение, которое было 200, 300, 400, 500 лет тому назад, от этих великих людей, если мы думаем, то что они точно так же, как мы, имеется в виду, когда у них было такое же телосложение, и так далее, и так далее. Но их действия, их духовный уровень, их, то что от них требовал, величие их, точно так же, как наш, и мы можем понять их нашим простыми понятиями, мы должны понять то, что разница между нами ими существительно разная, так как существительнее есть разница между человеком и ангелом. Между человеком и ангелом ты не можешь сравнить, этот человек это ангел, это другой сущность, абсолютно. И если ты думаешь, что он человек, как говорят наши мудрецы, тогда точно так же, как и существительная разница между человеком и ослом, точно так же есть разница между тобой и предыдущим поколением. И мы говорим сейчас о предыдущем поколении, ну давай-ка пойдем еще поколение до этого. Поколение Геуни, поколение Решуни, поколение, извините, талмудистов и поколение, которые были поколения 2000 лет назад, поколение во время разрушения храма и идем дальше, когда были пророки и уже не говорим о Широбейну, дорогие друзья. Когда мы говорим о этих великих людях, мы должны быть чрезмерно осторожны, чтобы не ошибаться, когда что-то мы говорим, то, что да, этот праведник согрешил и что-то делал, нужно быть... Это очень деликатные вещи, очень тонкие вещи и чрезмерно осторожно мы должны относиться ко всем этим делам. И как мы знаем, когда мудрецы часто выражаются таким выражением, то, что Давид Амелех казалось бы, он согрешил. Но мудрецы говорят, что если ты думаешь, что Давид Амелех согрешил, ты ошибаешься очень сильно, потому что ты не понимаешь и можно объяснить почему. В чем был действительно грех, в чем была ошибка на его уровне, в чем было как бы в этот... но чрезмерно важно понять вот этот... сам просто отношение, сам просто вот это отношение. Я помню, когда был в Вешиве, приехали к нам, к американцам, молодые ребята, студенты и так далее, и один из парней встал и сказал двортору на шаббат, встели за шаббатным столом, и один из парней встал и говорит про отцов, о враме цах, о киаках. И я понял, тогда еще был как бы новенький Вешиве Тор, и так далее, но даже для меня был чрезмерно как бы чувствовался какой-то там не совсем большим уважением именно к прадцам. На этот момент встал наш Арвин, который наш был преподаватель, годами, он встал, тоже был на трапезе, и он сказал, я очень сильно извиняюсь, я хочу тебе просто попросить, когда ты разговариваешь просто про наших прадцев, будь просто чрезмерно осторожным. Прежде всего, просто чтобы никто не ошибался, когда говори, что ты хочешь сказать в этот, но знай то, что это не простой человек, это не тебе ни друг, ни какой-то этот, этот, мы даже не можем себе представить величие наших прадцов, уже не говоря Моширобейн, в Абрамицах, Яков и так далее. Чтобы чрезмерно, деликатно и осторожно. Но Тора выражается и говорит то, что да, Моширобейн с действительности сокрешил. Мы постараемся с Божьей помощью понять, в чем же была ошибка, и что должно было быть выйти из этого, и где в действительности ошибся Моширобейну, и почему Моширобейн не мог зайти из-за этого в стране Израиля. Орхай Макадош приводит, как мы уже сказали, 10 разное объяснение, которые приводятся Раши, Рамбан, Рабину Хананел и так далее. И Орхай Макадош говорит, объяснение очень прекрасное, хорошее, но не сходится это все словами. И не только я, предыдущие поколения, они тоже оповергали другими мнениями, потому что очень сложно понять в действительности тонкость этого греха. И Орхай Макадош приводит нам Мидраш Яркут Шимони. Мидраш Яркут Шимони, как мы знаем, Мидраши, они являются устной торой, и наша устная тора говорит нам, в чем же был грех Моширобейну. Написано Яркут Шимони, то, что Моширобейну в этом действии были четыре разные греха. И так и написано Яан Лоэманты, потому что вы не поверили мне, в чем не поверили мне, объясняет Мидраш. Арбаха Таот Катувкан, четыре разные греха написано, говорит здесь. Четыре разные выражения, где Творец говорит, вы не делали говорит правильно, что это значит, вы не поверили мне, что я вам не сказал ударить на скалу, и вы ударили. Лоэманты, вы не осветили Мое имя, вы не осветили Мое имя, то, что еврейский народ попросил, чтобы вытащили вы воду из любой скалы. Еврейский народ сказал, какая разница, Моширобейну, ты ищешь эту скалу, откуда постоянно выходит вода, вытаскивай из любой скалы. И Моширобейну говорит, нет, если Творец не заповедовал, как же выйти из другой скалы? Это было не не освящение имя Творца. Мы с Божьей помощи еще объясним это все. Что такое Маалтем? Это значит, что разве что с этой скалы может выйти как бы воды, если Творец не заповедовал. Да? Это еще третий. А что такое Меритем? Это значит вы должны разговаривать со скалой и вы не разговаривали. Ведибартем и ласела шанал гадоби перекихат виабартем альдиварай и вы переходили через мои слова и досюдова как бы слова Мидреша. Значит, тут уже Мидреша уже нам говорит ошибка была первая то, что Творец он хотел, чтобы со скалой Моширобейну да разговаривал. И посох, который Творец сказал, не было дано, чтобы он ударил. Мы должны понять, почему? А Моширобейну ударил, это была ошибка. Еврейский народ хотел, чтобы Моширобейну вытаскивал воду из всех, находящихся тут скал. Да, должно было быть так. Вы не сделали это, была ошибка. И Творец сказал, что Творец вытаскивает из любой скалы, если мы не были заповеданы, это тоже было проблематично. Теперь объединяем сейчас каждый из этих моментов и что Моширобейну подумал и где же было тут именно то неосвящение имя Творца и почему Моширобейну не заходит в Израиль. Первый момент, как мы уже сказали, дорогие друзья, это был в чем? То, что Творец сказал Мошир, возьми посох. для чего должен был, в чем была задумка быть Творца, когда Моширобейну сказал, что возьми этот посох. Возьми этот посох должно было быть не для того, чтобы Моширобейну ударил, а посох должен был бы Моширобейну держать для того, чтобы показать, что он связан с Творцом. Так как мы видели с Амалеком, когда Моширобейну, когда у еврейского народа была война с Амалекитянами, просто то, что Моширобейну держал этот посох и активно ничего не делал. Это не время, это когда Моширобейну был в Египте с фараоном, то, что это превратился у Аарона в змей, или его посох, когда с Ашимом разговаривают, что превратился в змей и так далее, или там разные чудеса, которые с этим происходили. Нет. Тот факт, что Моширобейну держал, это уже должен был бы показаться, что он связан именно с Творцом с Верховным миром. Не служило на этот раз, этот посох не должен был быть здесь, для того, чтобы Моширобейну ударил бы на скалу. А Моширобейну что подумал? Моширобейну сказал, что если Творец заповедовал взять посох и потом говорит Творец, возьми, говорит, и себе посох, разговаривай, и ты дашь воду, и ты вытащишь воду из скалы. Моширобейну сказал, что может быть наверняка нужно делать оба вещи. Если получается, мы зайдем, что в деталях, он идет в деталях, как может быть, что только чисто из-за разговора может выйти вода из скалы. Творец сказал, разговаривай. Моширобейну говорит, может быть, нужно и разговор, и удар. Может быть, оба нужны. И Моширобейну по мнению Рахаима Гадуша так и сделала. И удар, и разговор. И раньше тоже принятие тоже идет на это направление. То, что должно было быть именно таким образом, как что через разговор, то, что должен выдавить из скалы. И говорит у Рахаима Гадуш, то, что Моширобейну мог подумать и таким образом, и можно было бы сказать и по-другому, то, что да, только именно разговор. Но сказал Моширобейну, я могу объяснить слова Творца, то, что в желании Творца есть что и что был удар, и что был разговор. И что будет, если я только буду разговаривать со скалой, а Творец имел в виду, что я должен еще ударить. Очень логично сказать, что Творец говорит мне возьми посох для того, чтобы так как в других разах я брал и ударял на скалу. Мы не забудем то, что во время, когда Иверский народ вышел из Египта, тоже было такое чудо, что Творец сказал удар, а тут Творец говорит, разговаривай. Потому что Абейну говорит, это же логично, что чтобы я этот посох взял и ударил. И да, Творец говорит, разговаривал и тоже разговор, чтобы был. А что если действительно Творец хочет оба вещей, и слова Творца я могу таким образом объяснить, а я только буду разговаривать с ним, и со скалы не выйдет вода, тогда что это будет осквернение имя Творца. Творец говорит Маше одно и это не случается. Значит Творец не может эту вещь делать. Говорит логично было бы для Маше Абейну чтобы пойти на этой стороне объяснить слова Творца на эту сторону сказать что логичнее чтобы выйти таким образом и разговор чтобы был и удар чтобы был только чисто чтобы через разговор выйти то что слова будут в состоянии что вытаскивать именно из скалы как бы воду окей тогда когда происходят определенные действия через удар через что да это может быть больше как бы возможно что вышло чудо чисто как бы разговор да может быть это что творец имел ввиду но если не так имел ввиду но более логично сказать что да нужно быть удар если я делаю только через разговор может быть освящением Творца Говорит Абейну Сторона почему Маше Рабейну выбрал то что и разговор и этот чтобы не было осквернения имя Творца осквернением Творца может быть оба вещи то что творец хочет это был первый момент второй момент что было разговор должен был быть и Маше Ван как бы не разговаривал только не был разговор не было именно то как разговор это был второй именно проблема и удар с одной стороны то что Машабин ударил это было не надо было и второй то что именно разговор так как мы уже объяснили это все вместе третий верш дорогие друзья в чем было то что еврейский народ попросил вытаскивая из любой скалы в чем проблема вытаскивая из любой скалы и Машабин он говорит нет нет почему потому что скала которая вышла после этого и выйдет если творец не заповедовал что определенный скалы выйдет что-то оттуда выйдет должен быть именно чудо что выйдет из другой именно скалы Урахай Макадош объясняет этот момент очень интересным образом как бы тут было две стороны да мы понимаем с одной стороны было то что еврейский народ требует из любой скалы и Машабину говорит нет только определенные скалы это две как бы тоже стороны теперь объясняет нам Урахай Макадош в чем тут действительно заключался как бы проблема говорит нам Урахай Макадош то что Машабину считал тоже такой же путем так как мы сказали во время с посохом а именно с этой определенной скалы выходила всегда вода теперь чудо происходит в этом мире тогда когда это не происходит просто так чудеса не бывает просто творец то что делает просто ни с того ни с чего чудеса происходят потому что это Мухрах то что называется есть необходимо что эти вещи происходили так говорит Машабину в чем есть необходимость чтобы чудо происходило на любом как бы другом на скале который до этого вода как бы не выходила с этой определенной скалы которой все время это выходила как бы вода больше логично сказать то что и дальше выйдет эти скалы сейчас сказать тоже с другой стороны и творить еще новое чудо будет делать нету никакой необходимости что с этого выйдет из-за этого говорит Маше вы говорите то что из любой скалы нет если творец не захотел из этой скалы не выходили из этих скал не выходил почему сегодня сейчас должен выйти сейчас до этого время выходила с этой определенной скалы и с этого должен выйти это было две еще дополнительных проблематичных моментов то что творец не сказал как бы Маше Робейн значит тут была сторона объяснить определенным образом таким образом и сторона сказать другим образом и тот факт дорогие друзья то что Маше Робейн являлся пророком это еще не дает нам понять что через пророческий образом он мог бы понять что имеет ввиду творец потому что наши мудрецы говорят мудрец он выше чем пророк был Маше Робейн пророческое видение но объяснить его что это значит каким образом это нужна как бы мудрость так говорит Рахай Макадош тот факт что был Маше Робейн как бы пророком и он получил этот мудрость это что понять таким или таким образом это от человека мудрец больше чем пророк так и говорят мудрецы и теперь Маше Робейн по словам Рахай Макадош и разговаривает и ударяет чтобы не дай бог не вышел Хиру Лаше не дай бог что не вышел тут оскверением Творца а что на стороне если действительно творец имеет ввиду таким образом и более логичнее сказать то что творец имеет ввиду так и с определенным выйдет как бы вода и с определенной скалы которая все это время выходила и логично сказать то что творец то что заповедовал то что выйдет через удар и через разговор более логично сказать таким образом и если не дай бог на другой стороне сказать что только разговор и от любой скалы менее скажем так вероятность всего этого и не дай бог если я неправильно объясняю это все то будет Хиру Лаше москворение имя Творца и Маше Робейн действительно делает так мы уже сказали и удар и разговор по мнению Архема Кадош и в действительности выходит то что Мош Робейн ударяет дважды и выходит вода теперь приходит творец Мош Робейн и говорит Моше ты не заходишь в Израиль потому что не было тут освящения имя Творца теперь посмотрим я хочу прочитать вам слова Рахема Кадоша в чем в действительности была именно проблема и что должен был бы здесь выйти и почему Мош Робейн не зашел в Израиль и что бы было бы если бы в действительности было бы тут освящение имя Творца говори нам Рахема Кадош после того как мы все это поняли мы можем сейчас понять что творец имеет ввиду вы не поверили мне что-то значит Мош Робейн не поверил Творца что вы не освятили именно мое имя говорите Рахема Кадош вы решили что мое объяснение слово которое я сказал вам вы скажем так наклонили на стороне чтобы не вышло никакое осквернение имя Творца а в чем была бы другая сторона что творец только через разговор вы вытащит воду без удара это чуть-чуть далекая вещь из любой скалы может выйти вода это была бы вторая сторона которую Мош Робейн не решил таким образом а с другой стороны он решил только через удар сказали на стороне то что да осветится имя Творца через даже разговор и из любой скалы которые творец можно захотеть и даже без удара что таким образом было бы освящение имя Творца только через разговор Мош Робейну сказал бы то что выходи именно вода из любой скалы которая могла было быть там не только определенный вещь не ограничивает Мош Робейну только сила Творца в определенном скале он говорит в руках Творца все абсолютно делать даже через разговор даже через именно слово и кешебазе я грилигем кешейру когда не увидишь шафилу адомэ то что даже несуществительная вещь коншиу любой вещь скала что такое как скалы может выйти именно вода что он может вытаскивать только даже через разговор через слова Мош Робейну потому что было желание Творца в этом может вытаскивать именно себе воду и вы должны были верить во мне что да я буду делать именно такое чудо что я могу именно это делать что я да в состоянии этого делать что вы должны были верить что да Творец может именно этого делать да даже через этого получается нужно было быть доверие со стороны Мошей и этого Творца нет никакой проблемы может вытаскивать через слово да это кажется чрезмерно далеким кажется чрезмерно нелогическим то что это да может выйти такую вещь это кажется нелогическим то что выйдет чудо из любой скалы да и это то что творец говорит вы не верили мне вы должны были верить то что да творец состояние этого делать и в принципе спор тоже идет на чудо объясняем как бы по-другому и говорит то что они должны были верить то что да может творец это вещь делать такое гигантское чудо есть разные уровни чудеса чудеса которые через определенные действия и самый высокий уровень чудеса говорит нам спор что это чисто просто разговор чисто от слов происходит определенная вещь как Машемин сказал с корохом если есть желание если будет желание сейчас раскроется земля и они везде упадете через что он никакое действие рукам не делал слова весь творение абсолютно подчиняется рукам как бы словам как бы творца и этим образом должно было быть что кедуш ашем это то что ашем хотел творец хотел чтобы еврейский народ увидел то что через слова творца и все желания его даже в Египте даже в пустыне даже где бы еврейский народ не находился бы он может дать хлеб любому состоянию из чего даже из скалы он может вытаскивать человеку еду что проблема величивая этого уровня дорогие друзья идет дальше и Арухайм Акадуш говорит это было бы настолько высокий уровень веры который мог бы достичь еврейский народ еврейском народе это было бы настолько великий вещь из-за этого что творец говорит собирая всех потому что сейчас произойдет чудо то что через слово скалы никакое движение не нужно даже скала и по словам творца делает натура желания творца и говорят наши мудрецы что скала что они должны были изучать от этого и в чем должно было быть киду шашем здесь должно быть освещение от творца в чем то что еврейский народ после этого изучал бы что что говорит скала который нет у него не хочет ни пор носу ни желания нету эмоций нету ничего и он делает желание мы должны делать желание творца и это должно было быть тот высокий уровень веры который должен бы здесь выйти и к сожалению это то что не вышло теперь Теперь, почему Мошер Абейну сейчас не может зайти в Израиль? И не только то, что не может зайти. Творец, он поклятся, сказал то, что швуа, ты не выйдешь. Поклятся то, что даже молитвы не будут именно приниматься. Даже молитвы не будут приниматься, то, что отменить именно этот приказ. Потому что, дорогие друзья, объясняет нам, что если бы было все так, как Творец ему заповедовал, знаете, что бы был? Еврейский народ, он бы находился на такой высоком уровне веры, и это был бы уровень веры на поколение, поколение. И еврейский народ зашел бы в Израиль, и Мошер Абейну зашел бы в Израиль, был бы построен храм, и даже если был бы, не был бы опасность той вещи, то, что даже если еврейский народ согрешит, и сейчас другая сторона, почему Мошер Абейну не зашел? Потому что, если бы Мошер Абейну зашел бы, тогда был бы построен храм. даже после этого греха, я сейчас говорю, после этого греха Моша-Абену зашел бы в Израиле, был бы построен храм, и если бы еврейский народ согрешил бы, храм Моша-Абену не мог бы поломаться. Из-за этого должен был бы уничтожен быть еврейский народ. Из-за этого ярость Творца должен был бы пойти на еврейский народ. Из-за этого Творец сказал, не-не-не, Моше, ты не зайдешь, потому что ты не зайдешь, будет построен храм не через твои руки, И если будет ярость Творца, пойдет этот ярость на камни и на стенки, и не на еврейский народ, чтобы еврейский народ мог дальше жить. Но если бы было бы это чудо, если бы было бы это проявление Китуша Шема, освящения имя Творца, то, что так, как Творец хотел, дорогие друзья, даже если бы была бы ярость, не был бы, поломан говорит, храм. Потому что уровень еврейского народа был настолько высокий, то что все, не было бы уже, это было бы Машех, это было бы все, это был бы конец, дорогие друзья. Маленькая история, которую человек может пройти, просто пропускать и ничего не заметить, здесь, если бы был бы этот, уже давно все было бы исправлено. Уже давно все было бы абсолютно исправлено, были бы в Израиле, был бы Машех, все было бы уже нормально. Но что, Творец сказал, после этой вещи, Машех, если ты зайдешь, не было этого Китуша Шема, не было этого освящения, еврейский народ не поднялся на такой высокий уровень их веры. Сейчас, поскольку они не в таком большом уровне, если Машех, ты сейчас зайдешь, то будет ярость на еврейский народ. Когда будет ярость, тогда что? Тогда, не дай Бог, еврейский народ должен был бы уничтожен быть, потому что храм, который ты будешь построить, это не будет ломаться. И, дорогие друзья, добавляет на это, Мурхай Макадош и говорит, если бы, был бы это чудо, которое Творец хотел, еврейский народ находился бы на уровне, так как мы с Божьей помощью будем находиться, когда придет Машех. на уровне, то, что зло полностью уйдет от нас. И если бы произошло проявление Китуша Шема в этот день, весь зло вышло бы от нас, и мы были бы так, как уровни, когда придет Машех и весь зло уйдет от нас. И таким образом, все, все это уже бьет Машех. Это уже приход Машех. Дорогие друзья, мы чуть-чуть постарались понять, грех, если можно сказать, так Творец говорит, грех Моширобейн. Грех Моширобейн. Но, все это было, на самом деле, ради одной цели, которую я хотел, на самом деле, тут взять, в этих последних, шитовальных минутах, для нашей жизни. Это здесь невероятных, больших моментов, которые мы находим в иудаизме. Моширобейну мы все знаем, весь мир знает Моширобейну. Это наш учитель, наш вождь. Моширобейну, Рай Меэмна, Моширобейну, который заступляет всегда за еврейским народом, не был больше пророка, чем Моширобейну. Величие Моширобейну никто не может, кто, даже Моширобейн будет чуть-чуть на уровне, как Моширобейна. Величие Моширобейна, величие Ахарона Коэна. Вы знаете, что написано в книгах? Ахарона Коэн делал десятками, сотками, тысячами людей, то, что он делал с Шалумбайтом, и соединял людей, когда они были ссоры, и привозил мир, именно в этом мире. И величие Ахарона, Творец разговаривает с ним, и он был избран, чтобы быть именно Коэнгодолем. Величие Мириамна, мы же сказали в прошлом уроке, так как мы все знаем все эти истории с Мириамом, и при всем, при всем его величии, всех этих великих, 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 великих именно людей, когда эти великие люди делают какие-то ошибки, Тора не закрывает эти ошибки. Тора не покрывает и говорит то, что это, не-не-не, это что-то нужно, можно покрывать, это можно глаза закрыть на нем. Знаете, почему, дорогие друзья? Потому что Тора — это истина. Творец — это истина. И тогда, когда что-то не так, когда что-то в действительности происходит, да, оно так и есть. Мы сейчас, когда чуть-чуть после Орахаима Кадоша, когда мы сейчас прошли с вами, мы видели, что могло было быть после этого, и представляете, как было бы логично, что вы, ну, сейчас из-за тебя, мы сейчас что? Все эти проблемы, все... Да. Да-да-да. Это было так. Это так произошло. Мы не ищем каких-то отмазков Торе. Потому что Тора, это Тора темет. Тора — это истина. И если это в действительности был так, неважно, ты большой человек или маленький, это то, что правда. Тора не ищет покрывать великих людей, так как мы находим в других, как бы, направлениях и религиях. Мы не найдем то, что кто-то согрешил там, они не могут согрешить, у них греха-то нету. Что у них нету. Мошера пейну, дорогие друзья, сейчас посмотрели, как мудрецы, Тора сам говорит, лично, ты не верил в меня. Ты не верил в Мошер, да, на его уровне, где мы, что бы был бы, представляете, что Мошера пейну боялся, и от чего он не сделал таким образом, так как Торец ему сказал. И несмотря на это, Тораец говорит, ты не верил, ты должен был бы выбрать по-другому. И несмотря на это, Тора пишет это все открытым текстом. Но им мантовит, вы не верили во мне, и вы не зайдете в Израиль. Не было киду шашен. Это невероятно большая вещь, которую мы можем именно взять. Тора всегда ищет именно истину. Мы посмотрим это в устном Торе, это находим в пистолетном Торе, и везде. Мы никогда не ищем вещь, которая покрывает что-то. И этот урок для каждого еврея. Когда еврей, он решает определенные решения или направления, или что бы ни было бы, что у него в голове находится, как он принимает решения. Что правильно? Что правильно в этом ситуации? Что правильно в этом ситуации? Потому что вся Тора, в принципе, построена на, основана именно на всем, именно на это. Где же истина во всем этом? Где же находят тот правильный путь и желание Творца в определенной ситуации? Я сейчас был, прошу неделю в Израиле, со мной произошла серьезная вещь, которая, я вам честно говорю, и людям рассказываю, и люди просто, уши просто не верят, что такую вещь может человек делать, и такую вещь может вообще еврей делать. Я приехал в Бнейбрак, я хотел купать детям книжки. Я пришел в магазине, и там сидит религиозная женщина, в парике, в этом всем, пожилая уже в возрасте женщина. Проходим и говорим, что мы видели очень-очень красивые книжки для детей, для рассказов для животных и так далее, как вы видите именно величие Творца именно в этом мире. Очень-очень красивая книга, думал, моя старшая дочь, как раз именно это то, что ей сейчас понравится. Заходим, я говорю, это был целый сет книжек, я говорю, сколько это стоит? Она говорит у меня, я не знаю, должен спросить своего мужа. И там заходит муж, и спрашивает мужа, я говорю, сколько это стоит? Говорит муж, я не могу это тебе продать. Говорит, жена, почему ты не можешь его продать? Не-не-не, я не могу продать тебе. Что произошло? Я говорю, я не могу это тебе продать. Чего проблема? Говорит, смотри, говорит, я покупал эту книгу за 120 шекелей. Минимум, то, что я могу тебе продать, это 140, 150 шекелей, чтобы у меня что-то осталось. Есть магазин, пару метров от меня, который у него сейчас уцененный, есть вот эти книжки, которые сейчас хочешь покупать. За 100 шекелей ты можешь пойти у него покупать. Я не могу тебе соврать, я тебе взять больше денег, когда ты можешь пойти, и взять у другого еврея еще дешевле. Я не могу тебе соврать. Я посмотрел на этого человека, это же его жена была в шоке. Говорит, что? Ты человек-ангел или из этого мира, не из этого мира? Говорит, я хочу быть честным, я хочу быть правдивым. Это не честно, это не правда. Я говорю, Аш-Шахаваттоллах, счастлив ты и твой творец, который создан именно такой именно еврея. Это не правда, я не могу, это не честно, чтобы я тебе это делал. Иди туда, ты пойдешь туда, и ты скажешь, что я мог бы покупать у него намного дешевле. Я не могу этого тебе делать. Но потом сказал мне, я хочу быть с тобой честным, этого, может быть, что ты купишь от меня. Я ему сказал, за такое именно честное я куплю то, что хотел, и еще больше я куплю. Где ты находишь именно таких евреев? Искать именно правду в этом мире. Искать истину в этом мире. Ага, мы можем сказать, да, Тора требует от нас истину всегда найти. Это будет в бизнесе, и это будет отношение к нашей семье, пойти именно во всех вещах. Нужно, конечно, об и хухмах, с мудростью и так далее. Но весь мир полностью ложь. Идешь именно с людьми иногда говоришь, веди свой бизнес честно, делай определенные вещи и ищи истину. В чем истина в твоей жизни? Где же истина находится в твоей жизни? А, говорят, мой, еще весь мир это ложь, если ты не будешь определенным вещем. Это и есть вот испытание. Этот мир, где мы сейчас находимся, дорогие друзья, это мир лжа. Так говорят наши мудрецы, мир этот, где мы сегодняшний день до прихода Машьяха, это мир лжа. Потому что все работает через ложь. Но что? В чем задача еврея в этом мире? в этом темноте и в этом мире, где полностью абсолютно ложь, найти путь истины. Найти путь Торы, найти путь правдивости, эмет, честности. И даже придет бизнес, да, все ведут не таким образом, как я веду. Это, где освещаю имя Творца в этом мире. И доверьтесь мне, сколько историй и сколько реальных фактов, когда еврей ведет себя честным образом, это то, что люди именно ценят. Ты видишь себя, придет, ты настолько честный. Вот реальные истории. Я сказал, ты такой честный человек. Я не то, что хочу с тобой бизнес, я не то, что хочу кубиться, два раза больше хочу. Два раза больше хочу от тебя бизнес делать. Я куплю от тебя. Проявить имя Творца в этом мире, это что? Искать именно истину. Мой жизнь как направляется? Это честно? Это правда то, что я делаю? Очень часто приходит вопрос социального статуса человека, то, что друзья, этот, и все, и все. И я знаю, в чем истина моей жизни. Евреи ищут свою истину. Не истина, которую я представляю себе, это то, что истина. Истина это то, что Тора говорит. Очень часто человек может сказать, это моя вера, это то, что я верю. В Израиле есть такое, не знаю, мне кажется, неправильное выражение. Каждый человек в своем вере. Каждый человек в своей вере. Как это может быть человек в своем вере? Кто-то знает, что такое правда, что такое истина, что такое вера, что такое... Это тупость, мы все понимаем, это неправильное выражение. Но в чем именно истина? Я ищу всегда в поисках истинных, то, что Тора меня показывает. Так как Тора меня показывает здесь истинный путь именно в этом мире. Сначала до конца это правда. Это то что ищет всегда. Адамаришон с первого дня и говорит правду, то что есть. Это то что истина. Напишем эту вещь. Моши рабыню Аврама вину согрешил. Это то что есть, это то что мы были. Ицхак, Яков, все-все погони, никогда ни от кого ничего не покрывает. Это один из невероятно больших вещей, который всегда дает большое именно хизуки и усиление именно вере. Увидев величие именно нашей Торы. То что тут все абсолютно честно идет. Тут нет то что кто-то покрывает чей-то этот. Тора не заинтересован покрывать в чем-то. Тор не заинтересован во всем этом. Торец говорит это есть истина. Мой Тора знай, это есть реальность, это есть тот именно истина, который есть именно в этом мире. И это дает нам урок тоже, так как нам жить именно в этом мире. Какой есть фокус, когда еврея приходит, что я выбираю? Где стоит именно истина передо мной? Да, хочется иногда давать детям абразионный подарок. Да, иногда хочется детям баловать чем-то. Но по правдивости мы понимаем то, что золотов, это вредит. Тогда что ты выбираешь? А беда ребенка или вот это? Я понимаю, что я должен уважать мою жену. Но есть определенные какие-то вещи. В чем творительное требует от меня? Уважай именно твою жену, уважай твоего мужа, уважай всех этих вещей. Все то, что творительное говорит нам, это есть истина. Как я направляю мою жизнь? Я направляю мою жизнь так как, скажем так, хочется сегодня так, завтра хочется так. Он так подумает, он так подумает или есть правда в этом мире? Есть истина в этом мире и по этой истинности я направляю мою жизнь. Дай Бог, чтобы этот урок был эмет, я говорю себя, чтобы эмет был большой именно усилением в этой теме, что называется истина в этой жизни. Вся Тора, вся написана в наших мудрецах. То, что Хотам, печаль Творца, это есть истина. Эмет, эмет. И мы знаем эмет, это можно разными накематриями и так далее объяснить, настолько великая именно вещь. Эмет, если посмотрим, оно стоит так, как очень стабильно. Алиф посмотрит две ножки. Мем, у него полная абсолютно ножка. И Таф, у него тоже две ножки, он стоит стабильно. Шекер с другой стороны, дорогие друзья. Шин стоит на одной как бы ножке. Куф, у него одна ножка. И Рейш, может быть туда и туда, туда и туда касаться. Шекер в этом мире сегодня так, завтра может выйти две сблов в этом мире. Эмет, он всегда стабильный. Сейчас может быть ты не видишь, ты сейчас делал что-то правдивости, так как Тора Твард хотел, и ты делал честно, и ты делал правильно. Оно всегда будет вечным в этом мире, дорогие друзья. И если пойдем еще глубже, дадим еще, может быть, маленькие еще объяснения. Если возьмем сам Эмет и дадим его гематрию, мы всегда получим всегда очень уникальное число. Возьмем Алиф. Алиф это один. Мем это сорок. И Таф это четыреста. Есть такое понятие, так как маленькая гематрия. Мы убираем все нулики. Что там у нас есть? Алиф это один. Мем. Сорок, значит, ноль убираем, остается четыре. Таф это четыреста. Две нольки убираем. Сколько у нас? Четыре, четыре и один. Все вместе девять. Девять это уникальнейшее число, которое всегда, любое число, которое мы не умножаем на девять, всегда мы получаем девять. Девять умножить на два. Восемнадцать. Восемнадцать плюс один. Девять. Множить на три. Двадцать семь. Семь на два. Семь плюс два. Двадцать. Это девять. И так далее. И так далее. Девять на девять. Восемьдесят один. Восемь плюс один. Девять. уникальность от числа, это число, которое всегда, это истина, дорогие, это есть истина. Истина. Истина всегда, это то, что в этом мире мы, евреи, должны именно проявить. Чем евреи дышат? Эти. Не определяем другими вещами. Это то, что мы должны стремиться всегда пойти по путям правды. По путям Творца, это то, что мы можем посмотреть. Не то, что мне кажется, это истина. Тора никогда не показывает другую вещь. Тора всегда ищет истину. Я ищу истину. Где есть моя истина? Это есть Тора. Это есть моя истина. Так как Тора сказал, если веди себя определенным образом, веди себя это таким образом, это есть правда, я иду по этому направлению. Я хочу быть честным, я хочу быть правдивым. Ашем мне даст благословление. Ашем даст от его стороны все хорошие вещи, которые обещали меня именно вдоль. Здравствуйте, что мы достоились все усиливаться в качестве веры и упования, и правдивости, чтобы жизнь была наполнена на правдивость и мечтуем эти вещи. Дай Бог, Господь, с помощью тоже ставили в наших семьях и в наших детях. Аминь, Кенни Рацу.